Тем, кто, если бы, да кабы, всегда закрыты двери. Мне всегда понятно, как быть, играем, как умеем. Всё, что мне смело убить, то сделала умнее. Всё было прекрасно и удивительно. И я была довольна и счастлива от того, чем я занимаюсь. Я была счастлива, что я помогаю людям решить их задачу. Я счастлива была после решения каждой задачи. И вдруг случился коронавирус. Сначала было всё непонятно, а потом вирус добрался и до меня, что я даже не могла предположить. Во время коронавируса мне пришлось пойти в магазин. До этого я ежедневно гуляла по городу. Мне было весело, прекрасно, удивительно. Я не понимала, почему боятся люди. Я понимала, что я нахожусь на таком уровне вибраций, что вирусу до меня не добраться. И я была счастлива, что я свободна от страха. И вдруг мне понадобилась приправа для курицы. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Прихожу я в магазин, естественно, так как у меня нет страха, то у меня, как следствие, нет и маски. Магазин открывается. На входе стоит человек, который говорит, одевай маску. Я говорю, у меня маски нет. А вы продаёте маски? Он мне говорит, нет, мы продаём продукты. Я говорю, так почему вы у меня спрашиваете про маску? Магазин же пустой. Вы в маске. Я никого не заражу. И мне нужна только приправа. Человек долго припирался. И вдруг увидел своё спасение. Шёл менеджер магазина. Он позвал менеджера. И менеджер мне тоже начал объяснять, что я должна одеть маску. Но я-то знаю, что маска, во-первых, не помогает. А во-вторых, я чётко знаю, что у меня нет маски. И она мне не нужна. И менеджер говорит, а что вы хотите? Я говорю, ну не маску точно. Мне нужна только приправа для курицы. И тут он мне говорит, вы точно купите только приправу? Я говорю, конечно, мне только нужна приправа. Он говорит, ну хорошо, идите. И тут я просыпаюсь. И я спрашиваю у менеджера, скажите, а если я в вашей кассе оставлю не 2 доллара за приправу, а оставлю 100 долларов, вы что, будете против? И тут менеджер тоже проснулся. С этого всё и началось. Мой мозг проснулся. Дорога домой оказалась в 2,5 раза короче, чем дорога в магазин. Только лишь потому, что меня просто пёрло. И я вспоминаю анекдот. У змеи от головы до хвоста 3 метра. А от хвоста до головы полметра. Кто не верит, может проверить. От понедельника до субботы 6 дней. А от субботы до понедельника всего один. Тут мне стало совсем интересно, чего от меня хочет Вселенная. Видно, я уснула очень давно. И у нас давно не было шанса поговорить. И я вспоминаю своё детство, как мы издевались над бабушками. И я понимаю, какая жестокая я была, потому что сегодня я бабушка. Мы приходили на рынок, спрашивали у бабушки, сколько стоят семечки. Бабушка отвечала, 10 копеек внученька. А мы смеялись и говорили, бабушка, ну пожалуйста, отдай за 15. Бабушка кричала, нет, нет, у меня и так самая лучшая цена. Мы говорили, бабушка, ну давай 15, можно 15? Бабушка долго с нами спорила и говорила, нет, всё-таки 10. И мы давали ей 10 копеек, и мы счастливые шли. И щёлкали семечки. И лицо менеджера напомнило мне лицо этой бабушки. И тут началась совсем другая история. Я расскажу её с удовольствием, если, конечно, интересно, потому что всю жизнь я с удовольствием помогаю людям разобраться в себе. И опять я не учла, я, наверное, не о том. Потому что вряд ли кому-то интересна моя история. Обычно я помогаю людям разобраться в их историях. Это то, почему я прекратила это делать и решила создать программу, которая поможет разобраться каждому. Но если кому-то по какой-то причине во время коронавируса просто интересно узнать, что у меня в голове, пишите под видео. И от этого зависит. Услышите ли вы продолжение этой истории. Если хочешь иметь, что ещё не имел, сделай то, что ещё не делал. Ой, да ладно, ой, да ладно, было криво и нескладно. Ой, да ладно, ой, да ладно, будешь околадна. Ой, да ладно.